26 октября, в день досрочных выборов Верховной Рады Украины, почти 10 тысяч бойцов, которые находятся на передовой, в зоне так называемой антитеррористической операции, смогут проголосовать и отдать свой голос за новый парламент. По заявлению президента Петра Порошенко, который он сделал после своего кратковременного визита на Донбасс, он знакомился с работой избирательных участков в Краматорске, там где размещена часть Донецкой областной государственной администрации, более 20 тысяч бойцов АТО такой возможности были лишены. Я процитирую президента. Мне очень жаль, что более 20 тысяч были лишены этой возможности старым парламентом. Напомню, что 20 октября рассматривался проект о возможности голосования наших военнослужащих, которые находятся на Донбассе, воюют за независимость нашей страны, и тогда старый парламент это голосование провалил. Кстати, многие из тех, кто проваливал этот законопроект, сегодня находятся в тех силах, которые на этих выборах позиционируют себя как оппозицию к власти, наверное, к народу в том числе. Сейчас мы пытаемся связаться непосредственно с человеком, командиром одного из подразделений, который находится в зоне антитеррористической операции, позывной Кожан. Он на связи, именно так мы и будем его представлять в целях, понятное дело, безопасности. Доброго дня, Кожан. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, смогли ли вы проголосовать на досрочных выборах Верховной Рады Украины или старый парламент лишил вас и ваших сослуживцев такой возможности? Это первый вопрос. И сразу второй. Какова сегодня ситуация в той зоне, в которой вы несете службу, ну и если есть информация по Донбассу в целом? Спасибо. Да, Сережа, ну как бы вот по поводу голосования, это все было красиво организовано сегодня. Ребята приехали на выборчий деменции, проголосовали, то есть без опроса, нормально люди относились, все с понятием, как бы сделать каждый свой человек, свой выбор. Ну, как бы было все без проблем. Что касается непосредственно безопасности на избирательных участках, как местные жители, насколько активно они приходят на избирательные участки и как голосуют? Я, конечно же, прошу не называть избирательные блоки, политические партии, тем не менее, вы же общаетесь непосредственно с местными жителями. За что они голосуют? За независимую Украину, мирную, единую и стабильную. Ну, сейчас я вам скажу, как бы общение с местным отделением и люди, которые уже поняли, поняли, поняли прекрасно, что происходит в данный момент в нашей зоне, где мы находимся, то как бы уже каждый старается сделать так, то, что раньше не было достигнуто нашими дедушками, бабушками, все хотят восстановить. Могу сказать точно и конкретно уже всем людям, как бы здесь надоела война. То есть они хотят стабильности и мира здесь. Стабильности и мира в составе единой Украины, я правильно воспоминал. В составе единой Украины, никто не хочет отделяться никуда. Вот это вот то, что вот есть эти кучки определенных людей, которые вот еще до сих пор первыми стреляют. Ну, я надеюсь, скоро с ними уже разберемся по-другому. Спасибо огромное, удачи, берегите себя. Единственное, что могу пожелать, удачной охоты, брат Кожан, ты знаешь, о чем я говорю. Скоро увидимся, я надеюсь. Я напомню, что с нами на связи был командир... Спасибо, дорогой. С нами на связи, ну, это уже по-одесски, спасибо, дорогой. С нами на связи был командир одного из подразделений, которые несут службу на передовой, позывной Кожан, непосредственно с Донбасса. Люди в погонах проголосовали за единую неделимую Украину. Также проголосовали и местные жители, которым война, как и всем нам, конечно же, надоела. Я напомню, что 10 тысяч военнослужащих в зоне АТО смогут отдать свой голос. И, как заявил руководитель информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой, также хорошо голосует и в Мариуполе. Четко и слаженно, что для военных всегда было, ну, скажем так, традиционно. В Мариуполе даже для этого предоставляют транспортные средства, потому что, понятное дело, военнослужащие голосуют посменно. Кто-то несет службу непосредственно в окопах, на передовой идет ротация для того, чтобы люди смогли проголосовать. Посмотрим по результатам, как проголосовал Донбасс, наш украинский Донбасс. Хотя там выборы состоятся не везде, к сожалению. В нашей студии Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины. С самыми свежими новостями, со своей оценкой и первым анализом того, что происходит на выборах в Одессе и в регионе. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Итак, если можно, краткий анализ того, как проходит избирательный день голосования, как проходила избирательная кампания. Те нарушения, которые вы озвучили, в частности, в нашей студии, в прямом эфире, повлияли ли они или повлияют в ближайшем будущем, через несколько часов, вообще на итог голосования в Верховную Раду? Ну, однозначно сложно сказать, потому что... Ну, еще рановато, наверное. Рановато, но и, понимаете, очень сложно проследить прямое влияние конкретного каждого нарушения на результаты голосования. Но, к сожалению, у нас во время кампании был беспрецедентный уровень подкупа избирателей. Было очень много фактов раздачи продуктов, медикаментов, где-то денег. И, к сожалению, конечно, это не может не повлиять. Единственное, что, естественно, я не могу сказать в пользу, какого кандидата оно повлияло, потому что на некоторых округах раздавал, на многих, вернее, округах раздавал не один кандидат, раздавали с разных сторон. И чей подарок пришелся больше по душе, я думаю, что мы вряд ли когда-то узнаем, я имею в виду, для конкретного избирателя. Если говорить о нарушениях, то уже есть информация от вашего теперь подразделения, комитета избирателей Украины. В частности, сайт «Репортер» сообщает о том, что есть факты незаконного вмешательства в работу участковых избирательных комиссий. В частности, село Яковлево-Раздельянского района и есть участок 510253, это 140-й округ. Там речь идет о том, что люди, представляющиеся журналистами, я цитирую, требовали, чтобы члены избирательной комиссии участкового разделили урну, которые будут бросать бюллетени для голосования в одном округе и в другом. Так ли это и вообще какие нарушения сегодня вы уже фиксируете? Действительно, такой эксцесс был и требования абсолютно глупые и незаконные. Закон не говорит о том, в какую урну бросать какой бюллетень, они все бросаются в ту урну, в которую избирателю удобно. Потому что невозможно организовать этот процесс так, чтобы не было сбоев, не было ошибок. Все равно кто-то кинет ни в ту урну, ни в тот бюллетень, и это создаст дополнительные проблемы, если это пытаться как-то регламентировать. Поэтому принято Соломоново решение, что какую урну хочешь, такую урну и бросаешь. Все равно потом в процессе подсчета бюллетени будут отделены друг от друга, отсортированы по кандидатам, по партиям. То есть тут требования абсолютно абсурдные и грубые. Но, к сожалению, это не единственный случай, когда какие-то посторонние люди приезжали на избирательные участки и пытались как-то вмешаться в работу избирательной комиссии. Вот я пока ехал к вам, мне звонила председательница избирательной комиссии, которая находится во дворце студентов на Мирозлиевской. Она была перепугана, потому что несколько раз заходили люди в камуфляжи, в том числе с журналистскими удостоверениями, предъявляли такие же абсурдные требования. Угрожали, что они сейчас вернутся с подкреплением и будут срывать выборы на этом участке. Я надеюсь, что кроме провокаций, дальше провокаций там дело не пойдет. Естественно, я и посоветовал уведомить о данной ситуации органы внутренних дел, чтобы им прислали усиление. Чтобы, если действительно какая-то толпа зайдет и будет что-то пытаться делать, это пресечь. Но, к большому сожалению, подобные очаги напряженности возникают вот тут, вот тут. В целом, конечно, голосование идет, но кроме подобных эксцессов у нас есть проблема с специальными избирательными участками. В Одессе это тюрьмы, это больницы. Мы зафиксировали там существенное превышение количества бюллетеней. Вот, насколько я знаю, речь шла с утра о СИЗО. Восемь, уже восемь. Уже восемь. Да, на момент, по состоянию там буквально несколько часов назад, восемь уже участков, на которых на несколько сотен бюллетеней больше, чем положено. И мы опасаемся, что эти бюллетени могут быть использованы с какими-то негативными намерениями. Кроме этого, у нас есть проблема с доступом журналистов на подобные участки. У нас просто какая-то трешевая, простите за такое выражение, ситуация в военном госпитале, где замначальника, зам главного врача грудью закрывает дверь и не пропускает журналистов, пытается заставить сотрудников милиции выкидывать журналистов с участков. Аргументы какие? Я не могу понять. Какое желание поехать самому туда? Что это режимный объект. На самом деле это полный абсурд, потому что по закону журналист имеет право находиться на этом участке. Абсолютно верно, я сам на всех выборах проходил. Да, и участок не является режимным объектом. Да, сам госпиталь режимный объект, но вы обеспечите проход конкретно в помещение. Даже сопровождение, никто же не против. Да, сопровождение и все. То есть председатель участковой комиссии не против, журналисты не против, а вот зам главврача против. И такая же ситуация, похожая ситуация была в СИЗО, тоже там журналистов не пускали, заявляли, что нужно ехать в окружную, брать аккредитацию. Ну, тоже полный бред. Это как бы основные проблемы на данный момент из таких наиболее острых нарушений. И еще я хотел бы упомянуть, экологический университет, там какая-то абсурдная ситуация происходит. Это улица Львовская. Да, улица Львовская. В первой половине дня там были зафиксированы массовые факты фотографирования студентами бюллетеней в избирательных кабинках. Для неискушенных телезрителей я поясню, что это может свидетельствовать о массовой скупке голосов. То есть студент заходит в кабинку, голосует, фотографирует на телефон, как проголосовал, выходит и где-то получает... Определенная точка, где с ним рассчитывается. Да, и где-то он получает за это деньги. Поэтому, во-первых, в законе запрещено фотографировать бюллетень в кабинке именно для того, чтобы пресечь подобную технологию. Во-вторых, была вызвана оперативно-следственная группа, они провели следственные мероприятия, уехали. Но после этого ситуация усугубилась, потому что на участке появились люди спортивного телосложения с одноразовыми журналистскими корочками, которые просто на выходе из избирательных кабинок стали проверять у студентов телефоны. То есть, что на телефоне, как бы, есть фотографии. Если я не ошибаюсь, вы, наверное, подтвердите или проверните такое сообщение, что люди, предоставляющиеся журналистами, да, я говорю о так называемых одноразовых корочках, по-моему, там какое-то якобы интернет-издание Приморье. Да, совершенно верно, совершенно верно. Я думаю, что для МВД это очень такая информация, мы еще в МВД будем непосредственно сообщать. Я сразу подчеркиваю, что я поставил в известность об этой ситуации лично начальника СБУ в Одесской области, лично начальника МВД в Одесской области, они в курсе этой ситуации. И я надеюсь, что свое знание они реализуют в конкретные действия, потому что, как по моему мнению, я, конечно, не специалист в действиях этих спецслужб, но по моему мнению, туда должна выехать группа, эти люди должны быть задержаны, и должна быть проведена выяснение ситуации, кто они, на каком основании они контролируют волеизъявления, граждан и так далее, и так далее. Потому что пока все свидетельствует о том, что там работает система массовой скупки голосов, и, естественно, результаты на этом участке, скорее всего, будут таким образом искажены. Кстати, что касается курьезов на этих выборах, буквально часа два назад, может, чуть больше, мне звонили, пытались узнать ваш мобильный телефон, это из региона, из области, по-моему, Тарутина, Татарбунарский, да, абсолютно верно, район, и говорили о том, что якобы комитет избирателей Украины выдал мне четкую информацию о том, что в Татарбунарском районе на одном из участков под селедку и водку, не знаю там, какая закуска, что пьет, чего-то там отмечают, вот видите, вы лучше знаете, да, что там пьет, а тем не менее, что-то отмечают, и поэтому, и это все неправда, вот давайте так. Ну, конечно, естественно, это все неправда, само собой, вот, знаете, как бы Бойко сидит и придумывает, вот, чтобы придумать, как бы, вот сегодня мы назначим Татарбунарский район, как бы, и скажем, что вот там такое произошло, чтобы был какой-то анекдот для журналистов. Значит, ситуация следующая, наши наблюдатели зафиксировали, как бы, случай, когда на избирательном участке участковая комиссия в процессе голосования отмечала юбилей одного из коллег, как бы, я с одной стороны понимаю, конечно, что такое событие, но с другой стороны, можно было бы как-то или до, или после, Ну, лучше после. Но вместо это, ну, не совсем корректно. Естественно, я понимаю, что им за это нагорело, я понимаю, что они сейчас будут говорить, что этого не было. Но, как бы, нам это выдумывать тоже не к чему. У нас в каждом регионе, в каждом округе мобильная группа, там опытные люди, они эту информацию проверяют, и только после этого мы ее даем в эфир. Толя, буквально накануне дня голосования были приняты изменения в закон об ответственности, наказании, затеи или иные правонарушения в ходе избирательной кампании и в день голосования. Сроки немаленькие, тем не менее, есть ли, не хочу говорить уверенность, надежда на то, что люди виновные фальсификации, возможно, в каких-то там вбросах, выбросах, там, оплате денег, подкупе избирателя, они действительно понесут наказание? Или все как всегда? Ну, как бы, надежды, конечно, больше. И она умирает последней. Да, она умирает последней. Будем видеть, будем видеть, потому что, как бы, к сожалению, мало принять хороший закон. Остается применительная практика, потому что у нас, к сожалению, очень часто правоохранительные органы, суды стараются все спустить на тормозах, как бы чего не вышло, чтобы не было лишних проблем, работы и так далее, и так далее. Я надеюсь, что все-таки закон хотя бы в какой-то степени начнет работать лучше. Для меня одна из самых важных проблем на этих выборах – это низкая явка избирателей. По-моему, на президентских в мае 25-го мы голосовали, явка была намного выше, ну, по крайней мере, на порядок. Я пока могу ссылаться только на официальные данные Центра избиркома. Речь идет о 12 часах дня. Одесская область третья снизу. Ниже нас только Донецкая и Закарпатская области. Причем, что касается Донецка, то там 14,28% проголосовало, Одесская – 14,56%. То есть, недалеко ушли. В отличие, например, от Черкассской области, Хмельницкой, Ровенской, Полтавской, то есть, вот таких областей. Чем, на ваш взгляд, мы можем, вот почему такая явка на избирательные участки, будет ли она повышена за счет того, что, как принято говорить, молодежь проснется к обеду и к вечеру пойдет на избирательные участки? Вот это вот то, с чего я хотел начать. То есть, во-первых, я надеюсь, что вот такая ситуация пессимистическая, которая была по состоянию на обед, она вот за период после обеда, наверное, улучшится несколько. Но я, в принципе, изначально говорил, что у нас могут быть проблемы с явкой, и по двум базовым причинам. Во-первых, большое количество наших сограждан много лет подряд голосовало за партию регионов. Я могу называть эту партию, потому что сегодня они не баллотируются, то есть, сейчас это не может считаться ни агитацией, ни контрагитацией. Голосовало за партию регионов. Но после последних событий, после бегства Виктора Федоровича и так далее, эта партия практически перестала существовать как политический субъект. Она даже не участвует в выборах. И те партии, которые борются за право ее наследника, наследников, они не всегда убедительны. Поэтому я думаю, что часть тех людей, которые голосовали за партию регионов, всегда они сейчас дезориентированы, и они не видят своего кандидата. То есть, потому что за тех, кто называет себя наследником партии регионов, они не готовы голосовать, они не верят им, недостаточно убедительны. А за других они тем более не готовы голосовать, потому что это как бы противные им, допустим, ценностные категории. То есть это первая позиция. Вторая позиция это то, что в принципе компания избирательная у нас была достаточно безобразной. И я, наверное, по пальцам одной, максимум двух рук могу пересчитать кандидатов во всех 11 одесских округах, за которых лично я был бы готов отдать голос. И, к сожалению, очень часто это кандидаты, которые не имели по сути шансов на победу. А вот те люди, которые конкретно имели шансы на победу, они очень часто были либо дискредитированы репутационно, либо они ввели абсолютно безобразными методами избирательную кампанию. Я сейчас говорю о том, что очень часто избиратель поставлен был в ситуации выбора из меньшего зла. И в итоге он сказал, да горите вы все в аду, я в принципе не пойду на избирательный участок. Если вы ведете себя настолько безобразно, если вы не способны убедить меня, что вы готовы жить по-новому, не способны найти слова, которые возьмут меня за душу, я вообще туда не пойду. И вот низкая явка это прямая ответственность наших политиков. Они не смогли найти подход к избирателям. С другой стороны, смотри, получается некий такой абсурд. Те политики, они же плюнут на народ, ну сказали и сказали, они будут в Верховной Раде. А люди как потом смогут сами себе просить то, что не пошли на выборы и не сделали с бюллетенем то, что хотели бы сделать или проголосовали за кандидата? Я абсолютно согласен, есть эта проблема. И поэтому я вот это вот не говорил до последнего момента с тем, чтобы и всегда призывал идти, и голосовать, и выбирать из... Ну как бы голосовать, допустим, пусть даже не за проходного, но за того, кто близок к вам по ценностям, по принципам, чтобы этот человек получил... Я лично сделал сегодня так. Если у меня с политическими партиями было намного проще, то с кандидатом по округу поступил именно так, как вы говорите. Это замечательно, но многие считают, что если нет проходного своего кандидата, то смысл идти и голосовать за непроходного. Хотя я абсолютно согласен, эта позиция, ну она не совсем правильная, потому что в этой ситуации, конечно, на первом месте вина политиков, но на втором месте виноваты и те избиратели, которые не пошли. Потому что если бы они пошли и проголосовали, пусть за тех, кого они считают непроходными, но близкими себе по духу, то на следующих выборах этот бы человек имел больше, более выгодные позиции для старта. Мы же все понимаем, что результат выборов, он рассматривается не только с той точки зрения, кто победил, а и с той точки зрения, кто дальше сколько набрал. И потом это возможность стартовать на местном уровне, на местных выборах и так далее. Идеальных политиков нет. Ну давай так, говорить откровенно, это капитализация имени, абсолютно верно, и того самого старта, о котором сейчас сказали. Поэтому на самом деле я тоже имел огромную моральную проблему выбора по округу из мажоритарщика. Но я решил, что я не буду портить бюллетень, я все равно проголосую за того, кого считаю наиболее близким, для того, чтобы нам нужно их выращивать, нам их никто с неба не спустит, таких, каких мы хотим. Мы должны их вырастить, воспитать, контролировать. Ну по крайней мере это будет наша, в том числе и личная ошибка, а не кто-то будет допускать ее за нас, и мы потом вместе с ними будем, извините за такое слово, выгребать вместе. Поэтому я не оправдываю избирателей, которые не пошли. Я объясняю ситуацию, которая сложилась с той точки зрения, как мне кажется. А я даже готов поругать тех, кто не пошел на выборы. Если вы хотите оставаться сами собой, сходите, я просто вас прошу в данной ситуации. Два момента, на которые хотелось бы обратить внимание. Первый, это то, что по заявлению Центра избиркома угрозы срыва выборов в Украине практически не существует. Так ли это? Капитан ЦВК у нас капитан очевидности. Да, 100%. У нас законодательно определено, что даже если на одном избирательном участке пришел один избиратель, выборы состоялись. Я, конечно, довожу ситуацию до абсурда. До абсурда, но так оно и есть. У нас нет порога явки, у нас нет возможности признать выборы даже в округе в целом недействительными, не говоря уже по Украине. Есть исключительные случаи, в которых можно признать выборы недействительными по участку. Все. Но это выбивать каждый участок нужно, чтобы в округе. То есть это нереализуемо на самом деле. Есть телефонный звонок, я его вынужден прервать. Добрый день, уже вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Добрый день. Я-то баба Лена, которая врачу. Вы помните, когда-то уже взяли Крым и были наши, то есть приглашены к вам с России две женщины и мужчины. И когда я говорила, побойтесь Бога, вы страх перед Богом потеряли, не езжайте в свою Россию. Вот я сейчас хочу другое совсем сказать. Дай Боже нам мир во всем мире, пусть Бог хранит всю Украину. Я уже старый, больной человек, не могу пойти на выборы. Но как мне быть, я за прогресс, за добро, за правду. Наши родители, которые уже давно их нету, потому что я старая, они не имели время нас учить. Мы видели их добрые дела, их честность, их правдивость, их доброту, их честный труд. И они нас так научили. Ну когда-то, наверное, вы помните, вели... Если можно, у нас время эфира заканчивается. Время эфира заканчивается. Сформулируйте вопрос, пожалуйста. В чем вы... Ну давайте так. Я не в вопросе. Я понял, да. Спасибо огромное за мнение. Я понял, спасибо вам огромное за добрые слова, за надежду. Вот такое мнение тоже существует. Люди переживают. Это замечательно. Сколько у нас остается до окончания эфира? Еще буквально две минуты. Тогда вопрос финальный и обращение к Одесситам. Наливаченко, глава СБУ, предрекала возможность терактов, в том числе и на территории Одесской области, связанных с выборами. Есть ли какая-то информация о том, что такое возможно? Ну пока такой информации нет, хотя, конечно, ситуация будет обостряться. Ближе к исходу голосования. Особенно острые могут быть моменты в некоторых окружных комиссиях, там, где особенно неприберимая борьба между кандидатами и наименьший разрыв. Я сегодня прошу всех гостей прямого эфира, обращаясь к Одесситам, высказать и довести, донести до них свои аргументы того, почему необходимо. Сейчас еще время есть проснуться, оторвать свои точки, идти голосовать даже так, как хотят. Я не говорю про испортить бюллетень, а поступить, ну почему бы не так, как мы с Анатолием Бойко. Нет, нет, я понимаю, что, возможно, кому-то политика и выборы уже поперек горла. Я понимаю, что, очевидно, многих не устраивает ни один кандидат и ни одна политическая сила. Но идеальных политиков не бывает, и мы можем их вырастить только из того, что есть, из того, что сегодня представлено на выборах. И вы имеете возможность прийти на выборы и повлиять на этот процесс. Потому что, если вы не придете на выборы, то, значит, вы отдаете в руки плохих политиков, тех политиков, которых вы не хотели бы видеть, свое будущее, будущее своих детей. Потому что плохую власть выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Так будьте хорошими гражданами, которые ходят на выборы. И в итоге, пусть даже не сейчас, но путем такой целенаправленной селекции мы придем к тому, что у нас будет та власть, которую мы хотели бы видеть. Спасибо огромное. Я напомню телезрителям, что гостем нашего прямого эфира был глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко. Анатолий, желаю тебе терпения, выдержки и спокойной ночи в плане того, чтобы ничего не случилось. Спать-то ты точно не будешь. Через полчаса очередной гость и продолжение телемарафона за честные выборы. Субтитры создавал DimaTorzok